Всем доброго времени суток! С вами я, Дарья Высоцкая, и я выполняю условия нашего конкурса в моем инстаграм относительно открытой консультации по карте от Дарьи Высоцкой. Немножечко со временем я, наверное, затянула в силу плотного графика и занятости. Также большая просьба ко всем тем, кто хотят ко мне обратиться за консультацией, записываться заранее. Сейчас у нас на дворе январь, конец января, 20 числа, и я формирую запись уже на вторую половинку марта по построению натальных карт. То есть если вы планируете заказать консультацию БАДЗы, пожалуйста, записывайтесь заранее. Я же выполняю условия нашего конкурса для, скажем так, счастливчика в рамках проводимого моего конкурса в инстаграм. Там девушка выиграла открытую консультацию по карте в рамках конкурса. Нужно было прописать хэштег «Хочу консультацию Высоцкой» и путем случайной генерации чисел мы выбирали победителя. Таким образом победила одна из участниц, моя давняя подписчица. И сегодня мы поговорим о ее карте БАДЗы. По сути, открытая консультация по карте от Дарьи Высоцкой предполагает ответ на один вопрос по карте, но я немножечко глубже, да, полнее дам информацию, то, что я считаю, нужно обязательно отобразить. Вопроса как такового не было конкретного изначально, но затем сформировался запрос. Спустя месяц, который я не выходила на связь и не успевала сделать консультацию открытую, просто в силу занятости, как раз таки сформировался запрос у человека. Запрос связан с темой личной жизни, с темой взаимоотношений с супругом в браке. Есть некоторые сложности, да. Ну, что бы я хотела сказать? Во-первых, те, кто БАДЗы посвящен, те, кто были у меня на курсах, смотрят мои подкасты, те же вебинары присутствуют, да, на них, наверняка уже заметили очень интересную особенность этой карты. То есть, во-первых, героиня наша – это девушка иньского металла, рожденная в месяц кролика, который сидит на двух кроликах в карте, дерево очень сильное в этой карте, и очень слабенький метальчик. То есть, это девушка иньского металла, слабого иньского металла. Когда я говорю «слабый иньский металл», я не предполагаю силу вашей воли, либо силу характера. Это терминология БАДЗы, которая описывает тип карты БАДЗы. То есть, это очень важно правильно формулировать термин и понимать, да, о чем мы говорим. Таким образом, вообще, первое, что бросается в глаза по этой карте, это то, что этой девушке в идеале нужно уехать куда-то со своей исторической родины и эмигрировать. Это потенциально столб эмигранта. Как я это просматриваю, как я это вижу, об этом мы подробнее узнаем на курсах. Приходите обучаться БАДЗы, то есть, вот эти тонкости, да, я вам объясню, как можно сразу на раз определить карту потенциального эмигранта. И кому лучше будет жить где-то далеко, а не на родине, для кого это будет более успешно. То есть, в разрезе этой карты БАДЗы человеку больше удачи будет в другой стране, не на родине. Лучше куда-то уехать, переехать далеко, сменить место жительства, либо эмигрировать. В карте очень сильный элемент дерева, он преобладает, то есть, скорее всего, у девушки либо сильный папа, либо очень волевой папа, либо, то есть, вся сила этой карты, карты в отце, по сути. Очень сильный отец должен быть по карте. Либо это мужчина, который занимает какую-то значимую должность, либо это мужчина-папа, да, человек, который очень важен для нее. То есть, вся сила этой карты в отце. Отец очень значимый и сильный здесь по карте. Отец для девушки низкого металла есть дерево, да, сразу обозначаю. То, что касается темы вообще личной жизни и взаимоотношений. Девушка, как я понимаю, в этом периоде удачи, в этом такте удачи, Дзя-Дзин, период удачи у нее начался в 2014 году, вышла замуж. В доме брака у нас живет кролик, да, в карте вообще два кролика, один кролик в сезоне, второй кролик в доме брака. И в периоде удачи с 2014 года по 2024 год девушка выходит замуж, у нее состоялся официальный брак. Запрос связан с тем, что отношения очень, ну, скажем так, усложнились, ухудшились, да, последний год, последний месяц, я бы даже так выразилась, так мне было написано. То есть сейчас у нас январь, человек выиграл консультацию бесплатную в декабре, у нас подводились итоги. И в течение вот последнего месяца, декабря-января, да, соответственно, отношения ухудшились. Декабрь у нас был месяцем крысы, да, декабрь всегда месяц крысы. И это канун 2020 года крысы, то есть уже сильные, примерно с ноября, энергии нового года, мы их начинаем чувствовать. То есть мы можем почувствовать, с чем будет связан следующий год. Такие авансы и приветы нам часто энергии посылают уже в ноябре-декабре, мы это можем почувствовать на себе очень мощно. И, конечно, декабрь, это вот конкретный был месяц крысы, ну, некое такое указание, привет, аналог того, что будет в году 20-м, то, с чем может быть связан 20-й год. Учитывая то, что у нас здесь кролик в доме брака, да, и приходит крыса в периоде удачи, она есть, она пришла, и брак состоялся вот на этой связке крыса-кролик, плюс приходит следующий 20-й год, это год крысы, нюансы, связанные с темой личной жизни, со взаимоотношениями в браке, они будут весь следующий 20-й год. Судя по вашей карте, я могу сделать следующий вывод, то есть однозначно встреча с супругом очень непростая и кармическая. Почему? Потому что у вас по карте просматривается, что будут испытания на тему личной жизни. Что такое аморальное наказание или нецивилизованное наказание крыса и кролика? Пожалуйста, почитайте в моей книге, есть отдельная глава этому посвященная, я много об этом говорю, есть также подкасты, посвященные именно этому аморальному наказанию. То есть у нас опять-таки, да, посмотрите, как все складывается, как пазлы. Человек пришел на открытую консультацию, да, выиграл вот открытую консультацию в Инстаграм. Накануне будут окрысы, когда эта тема для многих людей актуальна, на самом деле, то есть ничего не бывает случайно. И по срокам я не смогла сделать раньше, да, эту консультацию. То есть вот как раз, когда появился некий запрос, он сформировался, сформулировался. Таким образом, крыса-кролик – это связка, указующая на нюансы по теме личной жизни, на нюансы по теме любви, взаимоотношений, сексуальных отношений. Часто это ощущение нелюбви, предательства. Это сложная вообще тема взаимоотношений с мужчинами, с женщинами. То есть это вообще тема любви и отношений. И это то, что болит, да, то, что может очень мощно беспокоить, поскольку потенциал этого уже был заложен изначально, то есть у вас в карте два кролика. В периоде так или иначе должна была прийти крыса и проактивировать, ну, сделать взаимодействие с этими кроликами, да, то есть наказать этих кроликов. То есть у нас очень так образно, красиво это называется, мать наказывает детей. Почему? То есть по сути вода должна порождать дерево и давать жизнь и любовь этому дереву, да, то есть мама должна породить сына. Мама вода, сын дерево. Но в данном случае крыса не любит кролика, она его не порождает, она его наказывает. То есть мама не любит ребенка по-другому. Кстати, это аморальное наказание часто еще проявляется, как сложное взаимоотношение между детьми и родителями, да, какие-то вот проблемы, связанные со взаимопониманием отцов и детей. Дети себя чувствуют нелюбимыми, недолюбленными, да, то есть какие-то комплексы присутствуют. Ну и, конечно, это тема еще сексуальных намогательств. То есть, во-первых, что, вот вывод, да, я постараюсь быть более краткой, я резюмирую. Во-первых, тема взаимоотношений с вашим мужем в рамках вообще вот этого периода удачи, в рамках этого года, она кармическая. Вы отрабатываете, вы прорабатываете, я так скажу, какой-то кармический урок, связанный с этим человеком. Потому что здесь аморальное наказание формируется с домом брака, причем очень такое мощное. И год также это все дело усиливает. Наиболее мощно вы можете почувствовать все эти моменты в месяце марте, в месяце июне и в месяце декабре. То есть это те месяцы, когда я рекомендую быть особо внимательной, осторожной на тему взаимоотношений вообще в браке и на тему личной жизни. То есть это какие-то болезненные очень переживания, страдания, и это недопонимание. Потому что образуется эта связка. Крыса-кролик. Это первое. Второе. Я категорически не рекомендую вам где-то прогуливаться в темных переулках, знакомиться с какими-то незнакомцами подозрительными в соцсетях, идти на свидание с людьми, не на свидание, девушка замужем, но как бы идти навстречу даже с каким-то человеком, которого вы не знаете. Потому что аморальное наказание – это опасность насилия и каких-то очень неприятных ситуаций, связанных с нападениями, с изнасилованиями и вот такими вот неприятными ужасами, намагательствами сексуальными. Вот в этом плане тоже нужно быть поосторожнее, в особенности в марте, в июне, повторюсь, и в декабре. Кроме всего прочего, я очень рекомендую обратить внимание на тему гинекологии в следующем году и про желудочные железы. То есть с этим могут быть моменты у вас по здоровью в следующий год. То есть на это также идут указания. Ну и, конечно, тема отношений с партнером, тема отношений в браке, да, то, о чем вы меня спросили, это болезненная тема в течение всего следующего года. Если вы это испытание проходите, да, партнер меняется, либо вы меняетесь, вы прорабатываете эту тему, то вы проходите это, да, проходите этот участок. Потому что 21-й год он уже сольет эту икру, она не будет так наказывать этих роликов, там уже совсем чуть-чуть, и у вас период удачи сменится в принципе, да, поменяется он. Но если проработать эту тему не удастся, да, вот какие-то нюансы и договориться, прийти к какому-то обоюдному согласию не получится, то тут, вероятно, ситуация связана либо с разводом, либо, ну, как минимум, это какие-то страдания и переживания. Потому что крыса-кролик часто это страдания. Я одно хочу, чтобы вы поняли, то есть нет вины. Был бы другой мужчина на месте вашего мужа, было бы то же самое, да, кармический, там, партнер потянулся. То есть тут нет вины конкретно этого мужчину, нет вины конкретно вас как женщины. Здесь есть некоторые моменты, да, встроенные в вашу карту, которые вы проходите кармически. То есть тут 200% ситуация кармическая, она не случайна, потому что, ну, тут глобально вашего кролика наказывают эти крысы, да, вмешиваются вот в ваш дом брака, они в него заходят и наказывают вас. Если мы говорим о каких-то соперниках, то следующий год, или соперницах скорее, да, то следующий год у вас слабые соперники, да, то есть я могу так сказать, нет указания, что кто-то может вам составить какую-то конкуренцию, но ощущение, что вы нелюбимы, ощущение, что вас предали, ощущение, что вас не любят, да, вот какие-то такие моменты, вообще все связано с темой любви, с темой каких-то моментов, связанных с сексом, либо с недопониманиями, вообще в семье, они будут весь следующий год. И тут два варианта. Либо вы это проходите, да, стараетесь трансформироваться оба вместе с партнером, если он вас слышит, конечно, это немаловажно, как говорится, силком в рай никого не утащишь, да, либо отношения могут разрушиться, и в будущем у вас будет другой брак. То есть вот только так я могу это обозначить. Но то, что это конкретное, болючее кармическое испытание, это 200% это реально больно. То есть вот просто вот эти две крысы на кроликов. Теперь мы посмотрим карту партнера также. Да, я сделала карту партнера. Вкратце хотя бы мы пробежимся, то есть чтобы мы не будем разбирать его полностью, да, там структуру, но просто понять, чтобы момент, что это действительно некая карма. Дело в том, что у мужчины период удачи начался в 12-м году, также бык образует с собаками, с тремя собаками карты, кусок земного наказания, кусочек земного наказания. И тоже идет указание, что какие-то могут быть моменты в этом периоде в браке. Да, тут происходит вхождение в дом брака, но какие-то могут быть аспекты, связанные вообще с темой взаимоотношений, в принципе, в этом периоде. Если мы говорим о 20-м годе, то он не настолько мощно коррелирует, взаимодействует с его домом брака. То есть, вот, скажем так, с точки зрения переживаний, того, как вы это переносите, больше это касается вас. То есть больше страдаете вы в данном случае, потому что именно у вас аморальное наказание. Я так могу сказать. Да, то есть вам нужно поковыряться в себе, причем поскольку здесь идет это по теме, то по позади, да, то есть это как-то может касаться кармы отца, отработок, проработок каких-то с темой отца, позанимайтесь этим моментом. Возможно, когда такие кармические ситуации сложные, да, когда я их вижу, то есть, ну, это сложная ситуация не в плане, что все ужасно, все, давайте все умрем, все плохо. Это действительно проблема. То есть человеку тяжело, я вижу по карте, что ей действительно очень может быть тяжело в этом периоде. Что я могу порекомендовать? Я рекомендую эту тему не забить на нее и просто пережить этот год, ай, там, страдаю, сижу, да, либо там переживаю, ай, как будет, так и будет. Я рекомендую использовать этот момент как момент, как точку роста, да, как точку проработки, потому что все кармические уроки для того, чтобы мы стали лучше, проработали, что-то, да, усвоили. Поэтому здесь это может быть тема ревности, это может быть тема потери мужчины, то, что нужно как-то отпустить, либо проработать. То есть есть аспект через тему вообще, ну, тут отец задействован, потому что кролик в доме отца и точно такой же кролик в доме брака. То есть есть некое сходство с ситуацией какой-то кармически связанной с отцом. Не обязательно эти мужчины будут похожи, отец и муж, но есть некий синхрон во взаимосвязях, да, вот относительно ваших взаимоотношений. Поэтому я бы рекомендовала эту тему попрорабатывать, то есть как мы это можем проработать. Есть различные техники и практики, в частности, это может быть практика прогрессивного гипноза, посмотреть прошлые жизни, отмотать туда, там почистить, что-то убрать, да, то есть вот проработать там, какой-то урок извлечь, либо, то есть посмотреть прошлые жизни, что такое регресс, просто они все в курсе. Это первое. Второе, я бы порекомендовала, есть такие специалисты, как кинезиологи, эта маука только набирает обороты, попробовать поработать с кинезиологами, если есть такая возможность в вашем городе. Это тоже было бы великолепно. То есть здесь нужно будет поработать, то есть тут нужно работать и этот момент, ну вот прокачать, вот не оставлять это без внимания, я вот так могу выразиться, не оставлять эту боль без внимания, то есть вам ее нужно правильно пройти. Вот, теперь важный момент, то что вам очень полезен металл. Я не буду обозначать, да, вслух вашу сферу деятельности. Сфера деятельности выбрана правильно. Это элемент металла, металл очень благоприятен, очень полезен металл, очень полезен элемент земли. Кстати, у супруга много земли. Он может давать очень большое ощущение, скажем так, надежности, стабильности, защиты, защищенности. То есть люди часто притягиваются по элементам, и у него действительно много земли. Ну, как все успели, да, понаблюдать. Вот, смотрите, тут обилие земли в карте. Не каждому еще подойдет такой мужчина, здесь обилие земли. Вот другой момент связан с тем, что он может... Вы можете немножко несвободно себя ощущать с этим человеком, потому что, ну, тут есть другие нюансы по карте. Но в целом земля вам полностью благоприятна, но вы его будете слушаться. Хотя это может быть не всегда вам приятно и хочется делать. То есть вам сложно где-то этому человеку, возможно, сказать нет. Потому что он может вами где-то управлять, может доносить свою волю, и вам придется слушаться этого мужчину. То есть как бы есть на это указание. У него обилие земли, что немаловажно. И земля вам благоприятна. Это хорошо. То есть на этом я акцентирую внимание и ставлю плюс. Вам полезна земля, обилие металла и, по сути, повторюсь, сфера деятельности выбрана абсолютно правильно. То, что может портить, да, еще картину по теме личной жизни, то, что может как-то отягощать все, это тема того, что вам приходится много работать. Очень много работаете. Это по жизни. То есть много трудов, много работы. Труженицы, так могу сказать. И в браке приходится, в официальном браке, официальный брак для вас включает очень много трудов, истощения, много забот. Поскольку доминирует там у нас денежка, дерево присутствует в доме брака. Когда у нас в доме брака дерево или денежка, это не значит, что обязательно мы будем получать денежки в браке. Неполезное денежка означает наобратное. То, что нам приходится много пахать, работать. Вот с этим могут быть моменты. Это может являться также причиной и яблоком раздора взаимоотношений в браке, тем, что вам в браке может быть не очень комфортно. Вас брак может истощать психологически, морально. Вы можете перегорать. То есть потому, что вам приходится много работать. И вы бы хотели чего-то другого. Здесь стоит думать, здесь стоит анализировать, да, в целом прорабатывать эти моменты, искать какие-то пути и способы, как сделать лучше. Ну, по сути, ну, в вашем случае, если индивидуально разбирать вашу карту без прицепки, без привязки к карте супруга, этот момент связан с тем, что сфера деятельности абсолютно верна для вас. Выбрано, принято верное решение, этот вид деятельности вам подходит. Это все правильно. Вот. Если мы говорим о, скажем так, удаче супруга, то это нужно смотреть индивидуально, учитывать какие-то аспекты, может ли это быть что-то совместное. Но, как я читаю, вижу вашу карту, то есть тут скорее то, что в официальном браке вам будет сложно как-то себя чувствовать, ну, вот полностью расслабленно, потому что здесь стоят деньги, деньги неблагоприятные. Когда у нас, помните, я все время говорю об этом, в постах пишу, дом брака может быть под знаком плюс с точки зрения финансовой удачи и под знаком минус. То есть мы это стараемся учитывать. По сути, я уже сейчас говорю на другую тему, да, заговариваюсь. Я желаю вам большой удачи. Я желаю вам успешно и счастливо пройти этот год, извлечь важные уроки, проработать эту тему, не бояться этой темы наказаний крыс и кроликов. Вот. Желаю вам счастья в личной жизни, желаю вам удачи. Просто нужно иметь в виду, что, ну, вы, по сути, вовремя, да, выиграли эту консультацию по карте. Это непросто. То есть когда мы понимаем, почему так, да, почему нам больно, почему у нас недопонимание, почему у нас проблемы, когда приходит осознание, что это кармически, это реально вот пришло, вот пришел такой год, период, смотрите, да, то есть синхрон. Конечно, проще, да, то есть проще это принять, как-то осознать, когда ты знаешь информацию, тебе проще реально пройти это. Поэтому я желаю вам эту тему прорабатывать, да, поковыряться глубже, почему так, какие недопонимания, какие кармические уроки, да, то есть что вы выносите вот из этого взаимодействия, почему так, и счастливо дальше идти по своей судьбе, по жизни, и желаю вам гармоничных, счастливых взаимоотношений. Все-таки для женщины очень важно простое наше женское счастье. Всем пока-пока. С вами была Дарья Высоцкая.